Ну вот продолжим тему чуть поменьше чванства, как я посоветовал одному из сторонников Навального. Значит, там он как бы меня так высокомерно получал, там что как, что я не знаком ни с какими, так сказать, материалами Навального, ну это неправда. Я вот, например, показываю, что я больше знаком, чем он сам. Он хвастался, что мы там судебную реформу, да мы в ужасе, кто займется судебной реформой-то. Вот господин Навальный рвал рубаху за такого господина Навального, которая была связана, кроме, ну там пустяки, что увели создавителем таких схем, различных финансов, ну вот по одной увели полмиллиарда рублей. Ну это пустяки по сравнению с тем, что Херметаж и Капитал готовил и Уильям Брэдли. Я хочу сказать об этом всегда, ну наш зомбоящик говорит скороговоркой, непонятно для людей. А я вам, и Алексей, наверное, вам не разъясняет ни черта, ни свою программу, ни то, что он собирается сделать. А я вам разъясню, голубчик, во всех подробностях, что Уильям Брэдли, английский бизнесмен, вот он использовал вот эту компанию господина Магнитского и вот как его золотую для него голову. Вот с какой целью? Дело в том, что в нашем законодательстве существует, понятно, для всех умственно полноценных людей, кроме некоторых сторонников Навального, видимо, ограничения на такую национальную компанию, как «Газпром», потому что если мы ее лишимся в результате различного рода махинаций, которые просто заполнили, так сказать, экономическое поле благодаря коммунистам Ельцина, благодаря коммунисту Чубасу, благодаря коммунисту Гайдару и прочим товарищам, вот, и понятно, вот, ну я не буду это останавливаться, почему это правильно, почему это замечательно, что хотя бы такие ограничения существуют, что вот иностранным компаниям нельзя покупать акции «Газпрома». Можно только национальным каким-то компаниям, соответственно, вот. Что делал Уильям Брэдли? Вот с господином Магнитским. Они вот придумали такую схему, что бралась российская схема. И вот поскольку 159-ю статью у нас практически судьи не любят принимать, применять, вот. И они разработали такую схемочку, потому что часто им сверху потом они какое-то решение принимают по этой статье, а из них сверху вот политическая линия их придавливает. Мало ли, к суде, к человеку можно сделать неприятности. Поэтому часто наши судьи лишены самостоятельного решения, потому что вот такие Уильям Брэдли, они имеют миллиарды долларов, и им легко воздействовать на начальство судей, на какие-то вот цепочки, звенья. То есть, ну, с такими деньгами можно на уши всех поставить. И вот чем они занимались. Они брали российскую фермочку, фермочка скупала, а эта фермочка фактически оказалась во владении Уильям Брэдли, или вот этого Хармитажа Капитал, как они называют. И, судя по всему, там задействованы еще и американские интересы, поскольку американцы впряглись. И что вам непонятного, голубчик, что это мошенничество? Причем те, кто отмазывают, говорят, ну, это обычная схема, ну, да, чуть-чуть, может быть, мы там что-то отступили, ну, самую малость, это вот такая схемочка, это пят... У нас за три березы спиленных мужиков посадили в тюрьму, глазом не моргнули. А здесь вот такое мелкое нарушение. Дело в том, что вот, к сожалению, статья 159-я статья, она применяется редко, но вот, если вы, может быть, не понимаете, но для думающих людей, которые получают пенсию, да, еще пока какую-то маленькую, но получают, наверное, понятно вообще, что им там готовили вы, вы, и вы, в частности, как сторонник господина Навального, да, и что вы там сделаете со судебной реформы. Может быть, знаете, вот такое есть выражение у Райкина. Он там лежит на кровати, изображает знак новокоммуниста, говорит, да я никуда не пойду вообще. Если я туда приду на работу, вы знаете, что я натворю? Может быть, и вам вот так же подойти к этому вопросу. Или же, как бы, потому что можно сотворить такое, что самому не обрадоваться. Вот, конечно, я не знаю, там, есть ли у вас родители пенсионеры, есть ли, может быть, у бы, там, и вообще, как бы, мне неизвестное лицо, да, вот, которое пишет мне там все по латыни. Вот я хотел бы, ну, пусть вот каждый судит, кто из нас прав, и что, может быть, найдутся люди, которые скажут, вот и надо было. Ну, я весь интернет запомнил, ну, и ничего в этом нет нигде такого. Да, как же ничего, ты попробуй законодательство американское нарушить, попробуй законодательство нарушить в Германии. Вот, нашим людям даже там не разрешают, там, где-то устроиться, если кто-то там приезжает, потому что там свирепое законодательство, люди там боятся, скажем, какого-то, допустим, приехал наш инженер, да, который может Германии помочь. Ну, чиновники говорят, Меркель, ты игу вам? Нет, мы тут будем распоряжать, кого пускать, а у нас вот лучше мы там из Косово наркоманов там куда-нибудь, каких-нибудь талибов запустим, вот, чем, скажем, будем развивать сотрудничество. Вот ваши цели, вот ваша позиция. Вот я просто надеюсь... Вот я, кстати говоря, вам советовал, давал вам добрый совет, чтобы не оказаться лохами, если вы действительно обеспокоены государственными проблемами, а не за бабки господина, которые поступают, вернее, от господина Навального, может быть, от того же Брэдли, да? Вот если вы действительно, чтобы не оказаться просто, у вас есть голубчик в списке, вот вы встречались там на площади, у вас была масса народов, вы чем-то там владеете, вы там не перечислили просто пункты своей программы, вот вы конкретно, вот и попробуйте все это осмыслить и продумать. Может быть, я чувствую, что господин Навальный вас, может быть, он вам, знаете, тоже, как бы, типа, говорит так же, как вы мне, да? Не ваше, мол, крестьянское дело в это дело вылезать там, вот, а вы вот, я-то вот как бы советовал-то вам, не зла желал, я бы сочувствовал вашей борьбе с ЖКХ и прочим, но надо, чтобы какие-то реальные были действия, а вот как раз каких-то реальных действий господин и не хочет, потому что иностранным компаниям выгодно, чтобы там расходы на ЖКХ у нас там были колоссальные, да? Чтобы мы не потребляли ни электричество, ни тепло, а чтобы это все как бы за бесценок шло за рубеж, вот в чем дело. Может быть, а он как юрист мог бы, но вы тогда сами соберите, а вдруг мы правы оказывались, вы последовали моему совету, или вы просто все пропустили ушами, что я вам говорил, а я вам говорил на основе своего политического опыта, я вот, пожалуйста, Альянс Строй, я там начал собирать списки, знаете, какой там от коммунистики, там уже это, как бы оседлали все, какой они вои подняли, я просто поразился вообще, типа, по какому праву ты собираешь? Я представитель дольщика, а они меня спрашивают вообще, беспредел вот такой. И вы хотите, и вот там люди как лохи ходят, да, я ведь понимаете, как хочу сказать, мне не первый раз выслушивать какие-то дерзости, какую-то наглость, какие-то, знаете, поучения. Я в свое время говорил владельцам МММ, что, ребята, таких процентов не бывает, вот коммунисты хватит остается, что мы дали такое образование, а люди даже вот этого не знали, элементарных истин не знали, вообще, то есть никакого, полностью не образовывали. И вот, значит, меня называли дураком, вот как вы там, ну, вы еще не назвали дураком, ну, может, еще назовете, вот, и так далее. И побежали, не скупили вот эти акции, потом, значит, было немножечко прозреет, потом была истерика, и потом они побежали в прямо против, от рыночной экономики, прямо противоположно, и выбрали коммуниста, большинство, коммунистическое большинство, которое в 1995 году приняли закон об акционерных обществах, по которому было ограблено, в том числе и я, все акционеры Нефтьюганска, число в 50 тысяч. Вот, понимаете, вот эти бешеные, верующие, вот эти вот, знаете, как адепты, знаете, вот какие-то зомби, да, вот надо не терять, я вас призываю, не терять свое мышление. Если вы решили, как бы бороться с беспределом, ну вот, жилищной компании, вам никто не мешает действовать, и с Навальным, и без Навального, то есть, собрали, если он завтра вас скинул, у вас списки, у вас все, я вам добра желаю, а вы мне гадости говорите, на кого вы работаете?